здравствуйте меня зовут лила сергеевна джахадзе я врач акушер гинеколог перинатального центра 24 больницы города москвы сегодня мы с вами на канале 40 недель и говорим про беременность роды послородовый период сегодняшняя наша передача посвящена ответом на ваши вопросы сейчас начну отвечать с вопросов по тазовому предлежанию на самом деле наверное можно было бы просто порекомендовать вам посмотреть наши передачи предыдущие тазовое предлежание насколько я помню мы очень подробно освещали эту тему но вот вероятно кто-то даже успел посмотреть тем не менее остались вопросы первый вопрос такой здравствуйте подскажите пожалуйста если тазовое предлежание плода то на каком сроке необходимо госпитализации и родоразрешения но вообще наверное не совсем однозначно можно ответить на этот вопрос потому что все зависит от того каким способом вы планируете ваш доктор планирует родоразрешать если мы говорим про кесаревое сечение в какой ситуации это может быть например у вас есть противопоказания к родам через естественные родовые пути предполагаемые крупные размеры плода более 3 500 3 600 или узкий таз или это может быть разгибательное положение головки или может быть какие-то другие препятствия которые однозначно говорят о том что роды будут только путем кесаревое сечение в этой ситуации операция проводится не ближе к предполагаемой дате родов обычно ближе к 40 неделям но не ранее 39 недель и здесь тоже возможны варианты первый вариант это госпитализация и обследование перед операцией в рамках уже родильного дома и операция проходит естественно какой-то назначенный день либо же назначается день операции но все обследование предоперационная сдача анализов и кг терапевт консультация анестезиолога проходит амбулаторно так очень много сейчас роддомов работает в амбулаторно обследуетесь уже имея определенные документы анализа на руках приезжайте в назначенный день натощак утром и оперируйтесь в плановом порядке если же у нас нет однозначного понимания что роды будут именно путем кесарево сечение мы рассматриваем вариант естественных родов и прежде всего здесь должны быть два условия даже наверное три первое это отсутствие медицинских каких-то показаний к кесарево сечению второе это согласие желание женщины рожать через естественно родовые пути и конечно же согласие готовность доктора и родильного дома которого выбрали ввести роды через естественно родовые пути в тазовом предлежании вот в этой ситуации обычно не род разрешают как бы примерно до 41 недель здесь тоже очень важно понимать что одного желания и отсутствие медицинских противопоказаний недостаточно для того чтобы все таки роды состоялись через естественно родовые пути примерно в 40 недель пациентка будет осмотрена вагинально будет оценена зрелость родовых путей если родовые пути зрелые то мы до 41 недели будем ждать выжидательная тактика невозможно провоцировать роды в этой ситуации амниотомии вскрытием пузыря потому что тазовое предлежание это роды как которые должны начаться самостоятельно максимально без вмешательств если же ближе к 41 неделе роды не начнутся таск и шейка будет закрыт то конечно же здесь тоже уже будет вынужденное родоразрешение путем операции кесаревое сечение и совсем не обязательно проводить здесь дородовую госпитализацию обычно в таких ситуациях дородовая госпитализация производится тогда когда либо доктору так комфортнее либо пациентке уже как-то некомфортно страшно находиться дома и вот ей хочется находиться в роддоме часто таких пациентов госпитализируют а может бояться излития колоплодных вод вот якобы не зальются воды могут выпасть может выпасть пуповина и лучше чтобы это произошло в родильном доме не очень однозначная ситуация мы например не госпитализируем просто так рутина всех женщин с тазовым предлежанием и при этом конечно надо сказать что никаких осложнений в большей степени чем средний популяционный мы не получаем я думаю что есть даже зальются воды можно максимально быстро приехать в родильный дом лучше лечь на левый бок вот таким образом доехать до родильного дома крайне редко бывают проблемы с выпадением пуповина даже если такое произошло то тазовый конец плода это не головка не головной конец и крайне редко бывают какие-то давления пуповины значимые чтобы это повлияло на серьезно повлияло на увеличение частоты каких-то осложнений но еще раз повторюсь то что вопрос в комфорте в чувстве безопасности если вам лучше находиться в родильном доме то рассмотрите такой вариант после 40 недели если вы ждете до начала родов до 41 недели ну и конечно всем у кого тазовое предлежание рекомендую не раз уже об этом говорила рассмотрите вариант проведение наружного акушерского поворота в 36 37 недель того чтобы не задумываться о том хотите ли выражать тазовое предлежание или нет если получится наружный поворот и вы у ребенка уже будет главном предлежание то этот вопрос снимется сам собой у нас есть передача о наружном повороте акушерском конечно есть противопоказания есть риски осложнений об этом очень тщательно нужно говорить с доктором и каждый раз индивидуально принимать решение но если вы такое решение приняли то это действительно очень хороший вариант которым пользуются практически большинство наших зарубежных коллег как раз в большинстве своем за рубежом не рожают через естественно родовые пути при тазовом предлежание но почти всем предлагают проведение наружного акушерского поворота то что касается следующего вопроса слышала что при тазовом природах в тазовом предлежании ставят какие-то два укола поочередно в процессе рождения головки еще обязательно делают эпизио ну давайте наверное начнем с конца эпизиотомия не обязательно при тазовом предлежание все решается очень индивидуально и в общем то если нет препятствий для рождения ребенка без без эпизиотомии а именно нет дистресса когда мы вынуждены убыстрить роды всеми возможными способами то в принципе эпизиотомию рутинно при тазовом предлежании можно не проводить хотя действительно это происходит чаще чем при главном предлежании а то что касается двух уколов скорее всего речь идет об окситоцине и атропине это атропин это препарат который вводится после рождения ягодиц и вот как бы когда мы ожидаем что головка будет проходить через зев открывшийся вводится атропин для того чтобы не было спазма в области бывшей шейки матки в области нижнего сегмента чтобы не не препятствовала не препятствовал этот спазм рождению головки и мы одновременно иногда вводили раньше окситоцин с атропином иногда вводили сначала атропин потом окситоцин но по современным протоколам введение атропина не обязательно его нет современного протокола точнее он даже в принципе не присутствует хотя многие родильные дома по как это делалось раньше в общем-то используют атропин он безопасен и он ничего плохого не сделает и служит действительно таким вот дилетатора максимально расслабляющим шеи куматки то что касается окситоцина я понимаю такую настороженность в отношении окситоцина но при тазовом предлежании практически во всех родах вводится окситоцин как именно в момент изгнания плода почему потому что нам важно чтобы не произошло остановки родовой деятельности чтобы не было очень длительного перерыва между схватками чтобы схватки были хорошей силы хорошей частоты и интенсивная это очень важно чтобы не произошло с давлением в области шеи или и ребенок родился нормально у нас не произошло каких-то именно проблем с рождением головки да не произошло травматизации для этого кушерогинекологи перестраховываются очень часто через инфузомат начинают вводить экситоцин об этом предупреждается женщина это очень короткий период времени повторюсь это только на вот самый момент изгнания плода непосредственно не на весь второй период родов а вот когда уже происходит врезывание ягодиц вообще если говорить про роды в тазовом предлежании очень важно соблюсти вот этот принцип выжидательности мы максимально долго ждем женщина дышит опускание ягодиц и только тогда когда они начинают врезываться мы объясняем женщине как тужится и очень за коротко за очень малое количество потуг стараемся родить малыша иногда это два две три потуги но не больше чтобы у нас уже ребенок подошел был готов чтобы мы не растуживали женщина очень рано это конечно снижает осложнение которых мы все боимся в виде запрогитывания ручек переразгибания головки и каких-то сложностей с рождением головки поэтому не надо бояться введения окситоцина на короткий период времени если это говорит мы говорим о родах тазовом предлежании а насчет второго препарата атропина еще раз говорю что он очень очень долго использовался сейчас его в протоколах нет вам могут предложить его введение но это достаточно без вредная ситуация поэтому не волнуйтесь и не пугайтесь этого по тазовому предлежанию это были по моему все наиболее интересные вопросы я еще раз повторяюсь всех кому интересна эта тема поищите пожалуйста в наших предыдущих лекциях вы найдете прям целую тему большую и про наружно-акушерские повороты про родов тазовом предлежание я думаю что на многие вопросы вы сможете там найти ответ на этом все всего вам доброго и до следующих встреч